Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают назад больше сил оказалось. И у нас острота исчезла. В первом тайме на контратаках много создавали, когда они почти всем составом на нашу половину коля переходили. А во втором тайме как будто мы не нашли противоядней защиты, когда там в основном по 4 человека стояло. Я могу согласиться, что они перекрыли эти зоны, понимая, что контратаки быстрые и стремительные, но я думаю, что у нас и предпосылки, и сами контратаки они были. Надо посчитать, насколько их было меньше или больше во втором тайме. Мне сложно сейчас сказать. Что вам на это я должен сказать? Что мы не смогли с этим справиться? Может быть, не было плана Б, так сказать, как действовать в такой ситуации, если Волынь плотно играет в обороне? Ну, я бы не сказал, что Волынь играла как-то плотно. Я и не видел сильной разницы между первым и вторым таймами. Вообще, в подходе к игре, в принципе, ведение игры. Были постоянно навал, сильнейшие эти передачи, борьба. Ничего не поменялось в втором тайме. Мне кажется, мне даже интересно сосчитать, сколько было сегодня передач в нашу сторону верховых. Это просто интересная цифра для меня, чисто. Я не говорю, что это плохо или там хорошо. Не воспринимайте, что это какая-то там критика, не дай бог, или что. Просто это какое количество верховой борьбы. Тут же нужно подобрать мяч, тут же нужно организовать контратаку. Так что, я с вами частично лишь так слегка соглашаю в том, что немножко Волынь во втором тайме перестраховалась. Или же, возможно, и какие-то другие у них, может, задания такие были, не перестраховочные. Может, это было что-то другое. Мы просто можем об этом не знать. Но их ворот, и у них не четыре человека при переходе нашему от обороны в атаку, а пять. И мы должны в таком случае побежать всей командой и забивать голы. То есть атака, если атака в футболе проходит, контратак, я имею в виду, быстрая атака, три против четырех, три против пяти, это можно ее называть хорошей, очень хорошей, серьезной предпосылкой для взятия ворот. И будь то атака три в пять или четыре в пять, она такой, не дает гарантии, что атака четыре в пять, она будет голевее, чем атака три в пять. Так что, я вот так вот вам, если смог, ответил, не знаю. Пришел Диденко, и, может быть, стоило его выпустить в борьбе с высокорослыми защитниками Волнника? Ну, если говорить о борьбе Толика, то как раз это не его конек. Его конек и его сильные стороны в другом. Так что на это рассчитывать я точно не делал замену по поводу того, что Толик должен выйти и там бодаться вверху. Потому что мы как раз на второй тайм выходили с мыслями, с надеждами, и задачей играть футбол внизу, а не вверху. Ясно, что не обойтись без верховых передач. Потому что от ворот нужно мяч выбить, по-любому нужно побороться. Так что Толика мы выпускаем обычно, и для него это лучшая позиция, оттянутая нападающая, на которую сегодня играл Ковальчук. И сегодня средняя тройка была. Сетти, Политила и Ковальчук. И все задания, которые были поставлены перед ними, они выполняли очень точно. И я не видел смысла. Я не видел смысла при всем, просто при сумасшедшем уважении. Я даже после игры к Толику первому подошел и сказал, чтобы он меня правильно понял, что я его не выпустил на поле. Потому что на сегодня у меня просто рука не поднималась. Потому что я считаю, что средняя тройка играла очень хорошо. Ковальчук играл достаточно хорошо. И смысла делать эту замену не было видно. Потому что и так у нас были моменты для взятия вороты. Я верил до конца, что мы в таком составе, мы забьем гол. Единственное, понимал, что нам нужно чуть-чуть скорости добавить. И мы выпустили Васина, который малость не хватило, чтобы он свой выход на замену оправдал. И вообще, чтобы ему было легче. Потому что гол ему нужен просто как воздух. Он забьет гол, и он будет другим человеком, ему станет легче. Так что... Казалось просто, что Брудужану не хватает помощников в атаке. Возможно, Васин может быть раньше должен был... Нет, ну Васин фланговый игрок. В такой ситуации тут как раз связующее звено был Ковальчук. Возможно, в этом плане вот такая у нас идеальная, скажем так, были действия. Вот Политилов и Грязнипром. Вот он связывал очень хорошо. Вот такие функции связывающие выполнял. Но сегодня и другие были функции у нас. Очень много. И оборонительных. Это же не так просто все, что в Волынии практически моментов не было в нашем городе. Это что, просто так? Это они не хотели? Или они... Очень хотели и все делали. Но, значит, мы смогли справиться с тем, что у наших практически ворот не было моментов. А это, поверьте мне, что это очень непросто сделать. По сегодняшней игре можно сказать две вещи со знаком плюс. Что Черноморец третью игру подряд не проигрывает. И, кроме того, Черноморец прервал выездную серию побед в Волынии. Вы, как тремер, можете сказать, что у команды наметенца существенность с две лучшими? Я однозначно, я уже сказал на пресс-конференции, по-моему, после предыдущей игры, что, ну, может, это не скромно выглядит, но я должен говорить так, как я считаю. Я считаю, что мы спрогрессировали за последнее время. Мы, если сравнивать с первыми играми, мы стали намного сильнее, мы адаптировались, может быть, даже к уровню премьер-лиги больше. И мы выглядим достаточно организованно. И я думаю, что у нас есть потенциал выглядеть еще лучше. И думаю, что все мы так надеемся, верим. Я уверен, что мы сделаем еще несколько шагов трансферных таких, потому что чувствуется, что нам нужно просто больший выбор, большей конкуренции, больший выбор футболистов, чтобы мы имели варианты и тактические, и стратегические. На данный момент у нас их, ну, не так много, как хотелось бы. Не так, скажу. Их не так, их недостаточно, сколько надо, скажем так, минимально у нас их даже нет. Так что, а прогресс, я думаю, что есть. До конца, до закрытия заявочной кампании еще вот некоторое время, до 31-го. И я думаю, что будет правильно, если мы вот по каждому футболисту мы просто сможем там или на сайте как-то разметить, кто куда делся. Потому что это все будет вот так. За кого-то ответили, почему за другого не отвечаем. То есть мы сделаем, вот были игроки, ушли туда-то, пришли где-то. И на этим, 31-го числа, на этом точке, и все все будут знать. Это вот так будет правильно. Иваник пока нашел. Да, он у нас, просто я вам ничего не могу ответить. Потому что мы делаем какие-то такие шаги, ищем варианты, где, я тогда уже где-то говорил, что мы хотели, планировали двух-трех футболистов отдать в аренду. Просто они как бы не дотягивают здесь до первой команды, и в дубле, и в молодежном составе нет смысла. В второй команде тем более нет смысла. То есть мы хотели найти возможность играть людям, чтобы мы видели, полгода пройдет, мы зимой будем понимать. Прогрессировал, возвращаем, нет, еще что-то делаем. И вот таких у нас 2-3 футболиста есть. Но пока нечего сказать про конкретно. Игрой недоволен я, результатом тоже. Команда наша без Киноша, Пичкура, Рамона потеряла нестандартность, примиренность действий и недоработка в атаке в средней части поля привела к тому, что мы 2-3 там просто существовали, бегало стадо баранов, и стыдно было сидеть на скамейне. Скажите, из названных игроков, кто по какой причине играл? Ну, идите спросите Шаппера, этого человека, ниоткуда. Почему он не играл? Он играет, приходит зарплата 2-3 дня, он побегает, получит, он ходит, смеется, сядет тихоряк, закроется в туалете. Смеется совсем, ну, как я всех обманул? Он видит, что он себя обманывает. Ну, подайся этими деньгами, они знеют у тебя в сундуке там где-то. Ты людям праздник покажи, мяч на носу поноси, пофинти, покрути. Но он спрятался там, бегает, думает, бегайте, дурочки, а я посмеюсь с вас. Хайкварцяны там попотеет, тоже дурачок лысый. А я тут, он, у меня всех. Я же кругами бегаю, зачем мне бороться? Вот так приблизительно полкоманды играла сегодня. Вопросы, коллеги? Вы на старте чемпионата Леснато звались в андре с Натальей Рочинской. Сегодня вы какого же мнения о ее судействе? Не хочется быть и следователем прокуратуры, разбираться и задавать вопросы ей, потому что сегодня есть вопросы. Она меня не вдохновила на какие-то нестандартные житейские идеи. Потому что второй тайм, некоторые моменты, два аута. И это, она уже, как бы, зашел человек, наверное, в перерыве в галстуке, белой рубашке и что-то, видно, кому-то шепнул. Потому что госпожа Рочинская начала немножко колебаться. Она судила четко, уверенно и нормально. Ну, по 5-балльной системе поставил бы я ей, как бы. Ну, можно так, как болельщику поставить. 4 с минусом. В Луцке она на 5 с плюсом судила. А судила что-то 4 с минусом. Вот догадайтесь, почему. Может, в Луцке кто-то зашел? Нет. Я знаю, кто зашел. Я знаю, кто зашел. Я могу догадаться, кто зашел. Ну, что-то позвонил, что Одесса тонет над как-то чуть-чуть симпатией, потому что там вообще мы не играли. И в футбол было очень много сумбурного. Вы сами видите, все. Борьба. Улучшение от игроков. Я понимаю, тяжело как Григофчику тоже создать что-то. Наши тоже футболисты боятся импровизировать, делать футбол праздников. Лишнего шага никто не сделает. Без мяча не открывается. На тренировке под палкой бегают, начинается игра, попрятались еще. Ты себе делай, что хочешь, я себе доживем до зарплаты и хорошо. Может, палку с собой брать? Какого? Палку с собой брать. Да нет, палка условно говорится. Все равно, понимаете, когда идет тренировка, идет установка на игру, футболист должен принять указания и воспроизвести в действие. Оно должно прилипнуть. Оно не прилипает к ним. Им безразличие. Такое поколение сейчас. И многие команды, посмотрите, уже берешь футболистов, клубы берут, напечатают денег и покупают за большие миллионы. Ну а что? Он хоть за счет таланта что-то может приоритетно сделать на поле. Но сегодня научить футболиста правильно выполнять установку, без мяча и думать во время матча, это исключено. Футболист не дотирает. Ведь мы как бы не первый день в футболе, мы знаем поколение футболистов, которых и к сожалению в нашем скромном Луцке тоже были. Иногда появлялись серьезные игроки. Мне Бог дал с ними работу, как тренер. И не надо было Тимощику говорить там «Толя, то, то». Оно милое дитя в 15 лет выполнял все, что ему надо. Я в 15 лет его выпустил с корминчугов, там на 65-й минуте где-то играть. Мы ввели 2-0, говорю «Толя, развивайся, давай сынок». Играй, ты правильный человек. Ты правильно понимаешь, ты все. Футбол простая игра. Надо только прислушиваться и выполнять. Тренер не даст антиуказания. Он говорит себе, он говорит результат. Так же самое оно и другие. Я хочу перечислять. Я говорю, много было игроков, которых не надо было. Я говорю, ты играешь справа, ты слева, ты все. За выиграешь столько, я пошел, выпил старого коньяка, сижу спокойно. В перерыве еще 100, после игры много по 100. Они делали то, что, ну иногда не получалось. Но они делали то, что им говорилось. И в большинстве случаев 95% реализовывалась тренировка и установка на игру. Как бы реальная практическая работа и методические указания, как бы технико-тактическая работа. Она реализовывалась. Сейчас, ну что ж такое, об этом не было речи. Что хотят? Тот в лес, тот подрова, тот траву, а тот вообще имитирует. Мясо здесь, он сюда. Вы заметите, я покажу действие. Это трагедия просто. Это болезнь. И поверьте, с каждым годом будет, наверное, сложнее, чем жизнь будет в футболе становиться лучше, тем сложнее нам будет работать с футболистами. Маркевич что сказал? Я его понимаю. Это вопрос не к нему, почему у него много иностранцев играет. Он устал за столько лет, у него больше всех матчей в Ильи. Но он устал учить, показывать, повторять. Как бы, количество повторений рождается. Что-то. Попугай ему расскажет, он повторяет. Слон хоботом машет. Человека нет. У него внуха влетело, другой вылетело. Ничего, кажется, сказал. Он понял, ничего не понял. Он устал это делать. Он думает, возьму футболистов, господин Ярославский поможет мне, тренеру, чтобы я не умер на скамейке. Хай купит там кристалли, шумадо, хорошие игроки, китайцы, которые знают, что с мячом делать. Им Бог дал, они делают. Только тактику восстанови их, поставь направо, доработай, дошлифуй. А это все, что нам кажется. Вы там мне звонят, возьмите там тот. Знаете, что я люблю высоких. Высокий, но он же не бежит. А тот бежит, но не думает. А тот бежит, но мяча нет. Мяч, куда? Мяч забыл. Мяч возьми. И вот такая диспропорция. Виномором, правильно сказал Малкевич, это вопрос не к нему, а к нашим детским тренерам. Я видел сегодня базу Черноморца, старую, где сделали суперполя, и новая база есть. Но мне трудно представить. Вот маленькие детки бегали, это приятно на них было смотреть, как они хотели. Но пройдет, я чувствую, 3-4 года, эти детки уже будут наушники, дискотечная музыка будет звучать, компьютер у них появится. Запах пива потянет, бар посидеть, глотнуть. И все это рассеется. А потом папа с мамой, у которых бары и рестораны есть, или деньги карманы сказать, слушай, Вова, ты научился бегать, координация есть. Перед девчонками не стыдно на пляже побегать. Заканчивай, а то надо же напрягаться. И не будет этих футболистов. Они пропадут, и работа тренеров, и все рассеется, как прошлогодний снег. Это из 100 процентов 95. Поколение такое, не хотят трудиться. Вы думаете, я даю на тренировках как раньше работу? Я не могу дать, они поумирают. Я знаю, на чем формируется то, то, другое. Я говорю, давайте завтра это, что тот болит, тот чихает, тут уже температура, что-то нагрел градусник, как в армию, чтобы попасть там где-то в медсанчат, чтобы не строевые не ходить. Все никак, работа, зачем? Точно как Райкин говорил, Шарпин мне заикнулся, а давайте еще два раза в месяц зарплату. Говорю, ты Райкина знаешь? Нет. Говорю, а ты второй Райкин. А зачем на работу ходить, если там нечего делать? Лучше 5-го и 20-го зарплату в кроватку приносить, да? Помните монолог? Так вот у нас так, они еще на поле мы выпускают, они отпыли номер как-нибудь, люди хотят праздник, тренера давай, давай красоту, а мне стыдно, а они так плевали мы на твою красоту, мы поняли мяч, там ты попсихуешь, два часа пройдет, сели на самолет, прилетели, пиво попили. И так каждый день, каждый день никуда, в тупик. А вы с ним поговорите, я с Сапаром заелся, у тебя совесть есть? Что меня отвлекает играть? Я говорю, что ты проснулся, ты ходишь не то, что бегаешь, ты спишь на поле. Я говорю, Слава, проснись. Что вы отвлекаетесь? Я сплю. И так 93 минуты. Посчитай технико-тактические действия, посчитай, сколько ты брал, сколько создал, сколько перекрутил. Вот и все, и пошел. А где другого возьмешь? Контракт где возьмешь? Иванова, Петрова взяли русского. Ну два дня, я уже сказал же в интервью. Не смотрел телевизор? Слава. Я сказал, он два дня контракт читал, некогда было тренироваться. Он звонил юристу, у него деньги закончились на телефон. Побежал на почту, зародил, и там это там. Потом адвокатской конторой начал звонить, там пункт неправильный. Если я плохо соглашаю, 50% снимают. Я не буду подписывать. И тренировку. Слушай, ты, дядя, если ты через пять минут не подпишешь, едь в свое Рио-де-Москва и заканчиваем все дела. Нету игроков, я поставлю Карасюка, Коровчука и Васильчука и дубля, и хай они себе ругом бьются. И все одинаково. Ну, кажется, поиграл в Тереке, в Спартаке, в школу умеет принять, отдать, мне что надо было. Креативных игроков нет, у нас было за счет чего-то сегодня реализовать, результат не вышел. Так он себе побегал, потом я задохнулся. Говорю, ты задохнулся, целый день контракты читал, ему о футболе думать. Сейчас контракты, там, чудак, где ходить, что спать, что. И это кошмар просто. Я думал, вы его по росту брали. Не, ну, ты знаешь, что я имею в виду? Ну, я же говорю, не хватает игроков, скоростно. Есть полтора игрока, которые могут обыграть, но у них задняя, то у этого, то у травмы, то у передняя. Три травмированных, креативных игрока. Прошлось играть на силу, но не вышло, они добежали. Скажите, пожалуйста, а прояснилась как-то ситуация с из Сен-Доя. Да. И что? Дисквалификация на полгода. Пусть там мемуары пишут, чего он, чего там, где. Кстати, Фродкову передаю, если он будет смотреть мое интервью, ты как журналист, позвони ему, скажи, я ему звонить не хочу. Вот они улавливают поверхность слова, а до конца не знает смысл. Он говорит, Курцаны там говорил про эссаж, он там самый сильный вратарь. И я и сейчас говорю, господин Франков, вы возьмите, тренируйте, потом почувствуете. Я знаю, что я говорю. Конечно, футболист будет прогрессировать, если он будет тренироваться. Будет целенаправленно проводить учебно-тренировочную подавительную работу в сезон. У нас два года. Приехал, подписали контракт, получил ЛВ, уехал в Сенегал. Ходил там Воробьям доли крутил, под джунгом лазил. Приехал, мы уже со сборов прилетели и в Днепре играем игру. Он прочитал, это же вроде под дурочка, вроде как джунгли и ничего не знает. Но ему дозвонились, я знаю, что играем в Днепре. Он прилетел три часа, я там людей хватит, самолет как раз 15-30. Задержали, я все прочитал и самолетом в Днепропетровск и второй этап играл. Последняя игра подготовительного периода перед сезоном в первой лиге. Мы его взяли, думаю, выйди в вышку. Перед тем, через год мы потом ушли. Зимой он опять подготовительные сборы не прошел. Опять прошло полгода весна, закончили, получили ЛВ, уехал в Сенегал. То же самое. Пять подготовительных сборов он ни одном не был. Как он будет чувствовать команду, как будет участвовать в тренировочной работе, как он будет играть. У него все в России. Только наберет форму сезон закончился. День не получил, улетел. Все, опять нету. Команда опять готовится. И его опять нет. Потому мы уже сейчас летом. Опять нет. КДК у нас все письма, опись протекол взял, принял. Все. Записано, зафиксировано, ПФЛ, примирает лига, там все. Когда он пропустил, когда не прилетел. И КДК у нас иногда принимает серьезные решения. Дисквалифицирован на полгода. Уже агенты написали, что мы плохие, что-то ему недоплатили. И он свободного агента получил. А агенты что? Свободные. Клуб плохой. Клуб не платит. Клуб не тренирует. Клуб не кормит. Клуб все плохой. Футболист хороший и агент. А не сразу его свободного агента вырвать с Украины, что мы что-то не выполняем. Мы все выполняем. Не сегодня, а через месяц, но выполняем. И продать уже в другой клуб. А вы клуб там. И такая система. Сейчас жизнь какая? Агенты, адвокаты, юристы, футболисты, споры, суды. А футбола нет. Контракты. Большие контракты. Они не стоят. ФИФА должно принять так. Максимум, допустим, футболист. Как в Америке было после 1994 года, когда пошел в чемпионат мира. И у них была такая-то зарплата. Там, допустим, 15 тысяч, 30 тысяч. Все. Остальное зарабатывают. А когда же футболисты имеют, допустим, футболисты киевские дела украинские. Я хочу называть фамилии. 150 тысяч долларов в месяц. Ему надо бегать. Ну, бороду отпустит, усы там, причем. И бегает он 150 тысяч долларов. Ему надо. Через страны, через что. Ему не надо. Это так. 25 тысяч. Все в мире. Рональдо, Месси 25 тысяч. Выиграл. У Месси миллион. У Рональдо полтора миллиона. Пишер выиграл. Десять тысяч. Шарпер выиграл. Три тысячи. Он нам должен. Выигранной игре. Каждому, как коммунизм, по способности, по труду. Если не тот за него бегал, а он все равно хочет получить. Это несправедливо. Надо наводить в футболе конкретный порядок. Вы, журналисты, молчите. Вы боитесь с федерацией ругаться, спорить. А они не правы. Они должны выходить и ценить силы. Не бояться наказаний. Давайте разберите, что делается в мире. Шло полностью балаган в футболе. Миллионы агентов. Миллионы шпионов. Всякое такое вот это. И футболисты не хотят играть. Они хотят контракты подписывать. Они хотят отдаваться футболу. Ему задача получить контракт. И потом, если клуб... Ну за что тебе платить? У тебя совесть есть? А я не знаю. У меня контракт. И вы, дураки, находите деньги и платите. Ну за что же тебе платить, сынок? Дворник не вышел, не подмел. Дом управления не заплатит деньги. Почему тебе должны заплатить? Ты вышел на поле и даже не вспотел. Больше мокрее, чем ты. Кто тебе за что платит? И так в многих клубах это. Дармоедство. И нет закона. Надо сделать законы и правильно. Надо поставить клубы в правильное взаимоотношение. Клубы платят за все, и чего надо, и не надо. И еще проигрывают юридические споры с футболистами. За которыми стоят десятки агентов. Они покупают 50% стоимости. Фирма покупает. Юристы покупают. Агенты покупают. А клуб платит за зарплату, премию, за футболиста 5-6 направлений. Все хотят за футболиста получить. Когда он играет, что им давай. Туда давай. Ему задницу подотри. Все сделай. И ты дурак потом еще. Он выйдет и не играет. А что, еще футбол надо играть? Футбол, оказывается, не надо. Вот такая славяк философия. Почему мы не можем тренера? Оказывается, что вы тренируете? Как Вадик Шевченко говорил. Да что вы на суде там же. Вы давайте тренируйте. Тренировать не умеете. А что же тренировать? Если две тренировки, они уже падают. По горам пробегут, они уже рыгают. Что и как? Вы про Вадика Шевченко знаете? Знаю. Он говорил. Вадик, а что ты здесь делал? Он говорит. Вы лучше тренируйте. Правильно? Он говорит. Ну что мы можем? Мы плохие тренера не можем улучшить. Коллеги, Виталий Владимирович вдоль Тарилова что ли попросил? Более еще. На половину. Спасибо. 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 Одесский СМИ. Очень здорово. Спасибо.